Всем привет! И это видео о диастеме или щербинке в простонародье. Давайте разберёмся, это маленькая ортодонтическая проблемка или изюминка во внешности, почему она возникает, что с ней делать, если хочется убрать, и можно ли её оставить. Частенько я сталкиваюсь с мнением, что диастема сама по себе проблемой не является, это такая изюминка. Многие девушки хотят сделать себе улыбку, как у Мадонны или у многих моделей из подиумов. Итак, можно ли оставить диастему? И ответ на этот вопрос будет зависеть от причины возникновения этой самой аномалии. Давайте разберёмся, из-за чего возникает диастема и, соответственно, поймём, в каких случаях её можно безболезненно оставить. Итак, почему же возникает диастема? Причиной ровно четыре. Номер один – это самая распространённая и самая очевидная причина – это уздечка верхней губы. Точнее, не сама она, а её чересчур низкое прикрепление. То есть, нередко возникают ситуации, когда волокна этой самой уздечки вплетаются прямо в десневой сосочек и не дают резцам сомкнуться. Что здесь можно предпринять? Конечно же, данная проблема корректируется ортодонтически, но чаще всего необходима пластика уздечки. Как понять, действительно, нужно ли как-то скорректировать уздечку перед брекетами или можно её ставить просто так? Естественно, окончательное решение за врачом, но предварительные выводы вам можно сделать и самостоятельно. Для этого достаточно оттянуть вверх верхнюю губу так, чтобы уздечка немножко натянулась. Если в этом состоянии десневой сосочек между центральными резцами немножко побелеет, это значит, что волокна уздечки вплетаются прямо в него и, соответственно, мешают зубам сомкнуться. В этом случае пластика необходима. Если же никаких изменений вы не заметите, то, скорее всего, уздечка не играет существенной роли в возникновении конкретно вашей диастемы. Причина номер два – это сверхкомплектный зуб. Сейчас такие ситуации сравнительно часто возникают, ну как часто, может один зуб такой на тысячу человек. Тем не менее, встречается. Обычно это зуб недоразвитый, аномальная форма, и закладывается он прямо посередине, между двумя центральными зубами и, соответственно, не даёт им сомкнуться, встать в правильное положение. Соответственно, здесь показаны брекеты, но перед брекетами потребуется от такого зуба избавиться. Номер три – несоответствие размеров зубов и челюстей. Ну, здесь всё понятно. Либо челюсть слишком большая, либо зубы слишком маленькие друг для друга. В этом случае промежутки могут быть не только между центральными зубами, но где-то между боковыми. Особенно, если у нас боковые резцы очень маленькие, что встречается очень часто. Эта проблема решается по-разному в зависимости от конкретной ситуации. Если несоответствие между зубами и челюстью не очень большое, то чаще всего диастему можно закрыть, либо оставить, если вам она нравится. Если же несоответствие достаточно большое, то, к сожалению, потребуется увеличение формы зубов различными реставрациями или винирами уже в зависимости от того плана, который вам предложит ваш лечащий врач. Ну, и причина номер четыре – это избыточный наклон зубов вперёд. Возникает он по множеству разных причин, но чаще всего это какая-нибудь вредная привычка, например, закусывание нижней губы, например. При этом увеличивается периметр зубного ряда, ну а зубы рассчитаны на стандартный периметр. Соответственно, образуется лишнее место, которое как раз может вылиться в образование промежутка между центральными зубами. В данном случае весь избыток места лучше убрать и привести зубы к нормальному наклону. То есть, вот этот вот избыточный наклон, протрузия, он и выглядит не очень красиво, и негативно сказывается на долгосрочной стабильности и живучести ваших зубов. Соответственно, в данном случае оставлять диастему вряд ли имеет смысл. Часто диастема приводит к сопутствующим проблемам, таким как скучность зубов, как вот в этом случае. Потому что если где-то есть лишнее место, значит в другом сегменте зубного ряда, возможно, его не хватает. Соответственно, если возникает подобная ситуация, то в большинстве случаев разумнее всего диастему убрать, а освободившееся место использовать под устранение той аномалии сопутствующей, которая у нас имеется. Оставить диастему хорошей идеей будет только в случае, если ее причина как раз вот несоответствие формы резцов, то есть уменьшение их, та проблема, которая шла под номером 3. В этом случае у нас можно достигнуть оптимального прикуса с тем учетом, что между центральными резцами будет небольшое расстояние. Во всех остальных случаях, с точки зрения ортодонта, диастему лучше убрать. Кроме того, важно понимать, что любые промежутки между зубами после ортодонтического лечения, к сожалению, несут в себе риски для финишного результата. То есть у нас ортодонтия полностью стабильна, только если зубы плотно друг с другом контактируют и правильно смыкаются. Любой промежуток это отсутствие контактов, соответственно, возникновение степеней свободы для зубов по соседству от промежутка. Если достаточно тщательно не следить за ретейнером, не носить необходимое время съемную капу ретенционную, то могут возникнуть рецидивы. Поэтому, если вы оставляете диастему, всегда помните, что на вас лежит ответственность за ретенционный период и следить за всем нужно вдвое или даже втрое тщательнее. Конечно же, ретейнеры и съемные капы ретенционные требуются после любого ортодонтического лечения, но если остаются промежутки, то особенно. Об этом снято у нас отдельное видео, если еще не видели, посмотрите обязательно. На этом все. Легкая и качественная ортодонтия вам. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин